всем доброго утра хожу сейчас в больнице и не очень-то удобно записывать ролик на воду очень много ходит постоянно хожу себя в больнице ухаживаю в данный момент за больным человеком мужчина после операции у него операция была на голову как бы нормальный мужчина как мужчина маленький худенький был инсульт сделал я хочу не знаю связи с чем это связано подробно не говорит он этот как вроде помнит а вроде не помнит теряется там путается вот так вот как-то я приятно была удивлена что появились у нас во всех палатах тут и конечно очень удивилась кровати девочки такие вот как в этом германии видела я у одной трансляторши такие кровати там она лежала в больнице на пульт управления такие знаете они серые синим ну снимать не могу сами понимаете ну поняли короче лежачих больных с хорошими матрасами очень удобные вообще не в использовании даже вот я помню вам кровать которую покупали не на прохорован и там вот этот рычаг вот так спускаешь и шелестка остается от рычага да под ногами она этот как бы мешалась садиться вот а здесь прям вот эти ручки они вот так чух это туда вниз пол пластиковые короче там просто голый матрас край голого матраса такие высокий-высокий матрас таких гены народ ходит конечно же конечно же я все хочу поблагодарить всех кто задонатил на лечение март всем огромное спасибо я сейчас перечислил я обещала вам да озвучу сколько сумму спасибо что вы остались неравнодушные огромное спасибо просто я даже не ожидала была очень приятно удивлена да конечно же оставалась надежда была надежда но если честно сказать честно вам скажу да когда она стала стонать ночью позавчера дома да я расскажу для это была надежда потом надежда стала пропадать а потом когда пришли анализы когда я записываю ролик до поздно вечера по анализами посмотрела что уже все вот этот вот ну и вы видели все да какие анализы креатитилин завышенный сахар и дело-то не только в таблетке понимаете болела нам уже давно вот эти хронические заболевания они не могли сразу появится прямо сразу появится и хроническое все перерасти моментально за несколько дней таблетка да она просто как бы спровоцировала спровоцировать все хронические заболевания да это моя ошибка но дело в том что я все думала все взвешивала что если бы это не таблетка все равно бы это случилось девочки это бы случилось по результатам ее анализа это бы произошло ну не вчера бы произошло например да до этого вот все взвесело до этого она у меня уже ну она плохо кушала честно я вам скажу она плоховато стала последнее время кушать и это месяц полтора ушла но маловато не так как обычно вот поносы часто появлялся не с тобой не силу хотя кушала все тот же самый корм и всего бы взялся этот понос уже как были колокольчики да надо было обследовать это тоже моя ошибка вроде бегает ребенок все да ничего не беспокоит вот болезнь болезнь она у нее уже не вчера зародился не позавчера не в этом году это замка сразил зародилась болезнь а вообще может быть она передалась по генам вот тоже знаете вот я вчера вам записывала ролик да и думала насчет щенков покупки щенка вы знаете девочки конечно хочу купить а с другой стороны не хочу вечером еще хотела да потом спать легла закрыла глаза у меня марта стоит в глазах марта всегда мы с марта да я могу как она танцевала у меня как она с папой спала какие глаза какие ресницы у нее обалденные большие ресницы вот так даже просто не видели какие ресницы у нее красиво заворачиваются я вчера стал лиц интернет искала собаку похожую на марту таких нет даже внешне нет похожих просто их нету очень много продают запах чулку если бы я бы конечно бы встретила такую собачку да а хуже внешне на марту я бы купила но спать глаз плакала плакала их короче подумала что пока не стоит наверно покупать на вашими нет уже у всех разные кто-то как возьми из приюта с придется я никогда не возьму мне беспризорная собака не нужна тут без приюта берешь на породистых собак и с подводными камнями с болячками неизвестная технология зачем мне приют из приют еще выберите зачем вы навязываете свою не идею я вам задала вопрос когда я выложил шорс щенку с юрком мохнатым я вам задала вопрос девочки мне покупать или нет я вам не задавала вопрос мне брать придут а собаку или нет зачем вы навязываете свое мнение мне зачем вам нравится с приюта собаки берите почему вам бы не взять всех собак придут домой к себе всех со всех приютов раз вы любите так собак и особенно с приюта помогите спасите вы их почему вы чего вами нашли спасательный жилет что ли какой-то и вас очень прошу надо мне навязывать я сама знаю кого мне взять кого не взять я просто задала вопрос элементарный купить или не купить как вам щенок все хотелось бы получить нормальный элементарный ответ не какие-то ваше там извращение сейчас я перечислил кто переслал деньги 5000 павел сергеевич 500 рублей алла владимировна это все сбербанк 500 рублей алис елена александровна 250 рублей мария сергеевна 200 рублей александр семенович 150 рублей ольга владимировна 300 рублей валерий александрович 200 рублей татьяна васильевна 500 рублей сергей викторович по поводу сергей викторов чем где я с ним рассталась девочки навсегда он в курсе об этом я вам сказала еще позавчера с ним рассталась 2000 галина федоровна 5000 елена вячеслав на 500 рублей марина александровна 2000 вячеслав анатольевич и 200 рублей ирина николаевна 500 рублей дарья михайловна 250 рублей и лилия это уже донат алиэрс я не знаю кто это лилия но там отчество не указано донат алиэрс 1000 рублей софия тоже на донат алиэрс 400 рублей на бтб банк прислали там неизвестно кто потом еще неизвестно было не знаю с какой банкой кто прислал 100 рублей и неизвестно 200 рублей так 500 рублей надежда николаевна 600 рублей светлана владимировна 1000 рублей не на александровна 500 рублей елена николаевна донат алиэрс опять же идет у нас 200 рублей юлия и 1000 рублей екатерина этого у нас сумма 23 тысячи пятьсот пятьдесят рублей спасибо вам огромное все кто участвовал да все кто пытался помочь конечно же оказать непосильную помощь в лечении моей марты я понимаю да сколько много у меня на канале неравнодушных людей дай бог вам всем здоровья конечно и кто не смог прислать тоже дай бог здоровья да вот огромное спасибо просто огромный низкий вам поклон для земли я тоже очень надеялась конечно что марта поправил поправиться да но она болела болела я так думаю что я так и не договорила вам она болела видимо уже как бы ну собаку здоровую купить это знаете как очень тяжело во первых у всех собак какие-то имеются подводные камни потому что у них родители больные еще кто-то вот я все взвешивала да у меня вот мария марабелла которую я покупал за пятьдесят тысяч рублей она была совершенно здоровая да ты берешь ты уже знаешь их них работа которых берешь из чистокровных собак да с документами они периодически все проходят обследование вот эти выставочные собаки их обследуют их проверяют наблюдают они их не родители рожать щенков понимать они обследуются и за ними ухаживают вот в чем разница поэтому такая сумма стоит собаки да таких денег мария марабелла в отличие от всех и собак я вот смотрела на нее да вспоминаю и она очень здоровая очень была здоровой так у них в кости она здоровая в зубах она здоровая была мои марты зубы были изначально уже туда-сюда шли понимаете и это видно по кости по собачьей она и стоит 50 сейчас такую собаку я увидела я не знаю может быть это мария марабелла же моя да продают ее в нижнем новгороде за восемьдесят тысяч один к одному вы понимаете один к одному я думаю не не ее ли продают и все то же самое написано про нее перепродают хорошая здоровая собака стоит хороших денег вот что хочу сказать а вот эти которые сто двадцать двадцать пять тысяч которые так без документов да они держат их для разведения как бы лишь бы денег на этот срубить вы думаете что их они будут куда-то своих сук проверяют есть такие хозяева что вообще никого не не проявляет держать их супа 10 чтобы они только щенявили щенявились и деньги на них робит и все у меня сталкивалась в жизни с такой системой да вот даже в офигеете когда у меня милая была возила я ее на сучку кобелю а у кобеля кобеля от кобеля они взяли от чужих людей щенка те молодые мужной и потом я узнаю у них вот этот щенок урастает сука да и она скрещивается со своим отцом со своим отцом с кобелем потому что она жила в одной квартире и они она рожает я не продают этих щенков вы представляете по 10 тысяч рублей я конечно была в шоке так как-то во первых она мне стала оправдываться это у нас случайно получилась у вас случайно получилось до скрещения до щенка со своим отцом да случайно получилось а ну нет вы же не случайно продаете люди же не значит что покупает согласитесь это уже больные щенки уже больные изначально будут уже собаки поймите на меня что хочу да вот просто я вот говорю торопитесь потому что я не могу долго здесь разговаривать тут же больница я надеюсь что у меня поймете сейчас очень много будет дорога уходить куда-то поедут за завтрак поймете меня что я хочу до вас донести сейчас войдем на улицу покурим вот вышла курить девочки хочу сказать вот эту тему по поводу собак я хотела бы конечно обсудить как бы говорить да обсудить поговорить с вами со всеми пообщаться на прямом эфире по поводу кто как продает собак да и кто как покупает и почему мы покупаем больных собак да если мы экономим на собаке да а на цене собаки вот естественно соответственно я как бы с силу своего возраста может быть это смешно будет выглядеть как я это озвучиваю но как есть так и есть да я стала больше думать да и прежде чем что-то сделать я начинаю учиться начинают думать как не делала это раньше молодости сначала я делала потом я думала и поэтому делала ошибки ну с ошибками встречаешься в жизни да и большая ошибка конечно было что я собаку свое не обследовала изначально да ну короче мы поняли что я хочу повторяться ветер очень холодный и я подумала знаете что взвесила и марточку я вспоминаю все я вот это у меня все в голове да я девочка подумала что я не буду сейчас брать собаку во первых я против теперь вообще против вот этого сухого корма и жидкого вообще против понимаете категорически я я подумала лучше покупать например образе да крути через мясорубку натуральные говяжьи образе да и готовить с кашей так же как вот например овсянка гречка рис да кроме макарон и давать собаке понимаете я вот теперь собаку чтобы мне содержать мне нужно с ней быть как бы дома да мне нужно находиться дома но не постоянно дом работать и домой приходить готовить еда ухаживать за ней следить за ее здоровье естественно делать я не могу сейчас купить собаку все это я сейчас кратко вам просто говорю я сейчас покупать не буду потому что не на кого положиться не на кого у меня нет этого человека чтобы которую я могла положиться вот собак я безумно люблю я безумно очень люблю собак я с детства выросла собаками чуть ли не до спеленок прям выросла собака понимаете и кошки я люблю вот вообще я люблю всех животных да на свете и людей конечно же хороших девчонки я замерзла вы не обессудьте я всем благодарна всем 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 вот короче скажу все пока хороших дня всем